Здравствуйте, уважаемые телезрители! Минут мы успеем обсудить немало тем. Начнем с главной. Раньше запись в первый класс – это был большой стресс для родителей. Они чуть ли не занимали живую очередь, чтобы попасть в желаемую школу. Сейчас это можно сделать на госуслугах. Расскажите об этой процедуре. Вы абсолютно правы, Екатерина. Сейчас многие услуги переведены в цифру, и услуга по записи детей в первый класс не стала исключением. На портале государственной услуги Московской области можно в электронном виде заполнить заявление. И это заявление будет проверено соответствующими службами на достоверность внесенной информации. И, соответственно, без дополнительного прихода в школу ваш ребенок будет зачислен приказом в образовательное учреждение и пойдет 1 сентября в первый класс. То есть если госуслуги были и раньше, но тогда нужно было приносить оригиналы. Сейчас же это будет вообще не выходя из дома. Совершенно верно. Еще в 2020 году, подав заявление на портал, родитель обязан был в течение трех дней прийти в школу и предоставить оригиналы документов для проверки сотрудниками учреждения на достоверность внесенных сведений. Сейчас в этом необходимости нет, потому что организована межведомственная проверка. К этой проверке привлечены многие службы, которые проверяют достоверность свидетельства о рождении, достоверность данных, внесенных в заявление о регистрации ребенка, паспортные данные. Единственный документ, скан которого нужно прикрепить при подаче заявления, это скан разворота паспорта. Все остальное вносится только сведения в соответствующие поля. Здесь я хотела бы обратиться к родителям будущих первоклассников, чтобы они достаточно ответственно и внимательно заполняли поля. Потому что если случайно будет допущена какая-то ошибка, то заявление не пройдет проверку, оно уйдет в отказ, и родитель будет об этом проинформирован. Но пугаться этого не стоит. В уведомлении, которое родители получат на электронную почту, будет указана причина, что не так оформлено в заявлении, и родитель сможет повторно подать заявление. И именно поэтому такой достаточно внушительный срок обозначен с 1 апреля по 30 июня. То есть это три месяца, да? И это первый этап. То есть речь идет о преимущественном праве записи. Конечно. Кто к этой категории относится? В этот период подают заявление те, кто имеет либо первоочередное право, это дети военнослужащих, дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел. Также преимущественное право имеют те будущие первоклассники, братья и сестры, которых учатся в желаемых образовательных учреждениях. А также дети, закрепленные за данным учреждением по территории. Ежегодно издается постановление, которое все адреса Ленинского городского округа закрепляют за той или иной образовательной организацией. Второй этап, когда начинается и сколько он длится? Вот чем завершается первый этап? 30 июня заканчивается прием заявлений. И, соответственно, в течение трех дней издается приказ, и дети зачисляются в первый класс. А вот 6 июля подать заявление на зачисление в желаемую школу могут родители не по закрепленной территории. Но есть одно достаточно существенное ограничение. Это можно будет сделать только при наличии в этой организации свободных мест. Плавно переходим к следующему вопросу. У нас с каждым годом растет число жителей, детей. Хватает ли у нас мест в наших образовательных учреждениях? У нас действительно отмечается ежегодный прирост обучающихся. Порядка 2-2,5 тысяч плюсом ежегодно. В этом году у нас школьников 31 115 человек. В прошлом году в первый класс были зачислены 4,5 тысячи детей. В этом году мы ожидаем не меньшее число, а где-то даже и больше. То есть думаем, что это будет 4700, может быть, даже и 5. Я напомню нашим телезрителям, что задать свои вопросы наши гости можно по телефону. Они указаны на экране. Очень ждем ваши вопросы. Перейдем к следующей теме. ЕМИАС – Единой медицинской информационно-аналитической системе. Она сейчас активно внедряется в образовательные учреждения. И наш муниципалитет стал одним из первых в области, где это происходит. Мы недавно сняли сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим и обсудим. Хорошо. В Лопатинской школе сегодня идет профилактический осмотр. В маршрутном листке каждого школьника 10 пунктов. Анализы, электрокардиограмма, специалисты, среди которых хирург, окулист, лор и даже эндокринолог. Восьмиклассник Никита Лобанов пока не знает, что это за врач такой. Но доктор Мария Калошина все объясняет. У тебя имеется проблема, избыточная масса тела, ты об этом знаешь. Твое артериальное давление в том числе может повышаться в связи с имеющимся выявленным при осмотре сейчас заболевания. Врач составляет план дообследования, которое пройдет уже в детской поликлинике, куда доктор тут же и запишет. Это возможно благодаря единой медицинской информационно-аналитической системе. На примере Лопатинской школы, одной из самых больших в округе и имеющей свой медицинский блок, заместитель главного врача Елена Зинатулина рассказала, приехавшим в школу гостям о внедрении ЕМИАС в образовательное учреждение. Когда мы записываем уже детей на мобильную бригаду, то есть на выезд в школу, родители сразу получают на госусловах информацию, что существует на запись. Надо отметить, что Ленинский городской округ стал одним из первых, где внедряется единая медицинская информационно-аналитическая система. Приближение медицинской услуги к тому месту, где дети проживают, где они проводят большую часть своего времени. Не секрет, что территории достаточно удалены от медицинских, от поликлиник, от амбулаторий. И возможность того, чтобы врач или медицинская сестра находилась в моменте непосредственно рядом, она бесценна. В Лопатинской школе постоянно работают фельдшер и медицинская сестра. В дни профосмотров, которые проходят дважды в год, осенью и весной, сюда приезжают другие детские специалисты. Одна из самых серьезных проблем – нарушение зрения у школьников. Если я вижу, что нарушение серьезное, я записываю сразу к себе на прием, говорю дату, время, чтобы ребенок пришел вместе с родителями на прием уже для дальнейшего обследования. Там на аппаратах, на рефрактометре и уже на значение лечения. После осмотра работы медицинского блока участники встречи собрались в конференц-зале, где посмотрели презентацию, в ходе которой стали понятны многие нюансы, связанные с внедрением ЕМИАС в школах и детских садах. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова считает, что этот пилотный проект, несмотря на сложность реализации, должен прижиться. Мы проводим наш акцент на профилактику, то есть переводим фокус с лечения детей на профилактику заболевания. Тогда это очень важный проект, который нам поможет и доступность обеспечить. При этом доступность будет не просто обеспечена, она будет обеспечена в удобной, комфортной форме для ребенка. Когда родителю не нужно идти в поликлинику, ребенок приходит в школу и здесь он получает все необходимые обследования, все необходимые осмотры врачей. Это очень удобно, когда и сокращают время и родителя, и, конечно, это комфорт и доступность. Высокую оценку работы Единой медицинской информационно-аналитической системы дала сенатор Совета Федерации Ольга Забралова. Родителям это удобно, это вот эти семь справок, за которыми не надо ходить, это профилактические осмотры ранние выявления, патологии и так далее. Это работа медсестры по профилактическим осмотрам, по вакцинации и так далее. Это все очень удобно для родителей и это очень важно для детей. Ольга Забралова отметила, что до конца 2022 года проект «Школьная медицина» будет внедрен на всей территории Московской области. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наталья Николаевна, теперь все справки можно получить через ЕМИАС. Быстро, удобно, комфортно, не выходя из дома. Расскажите, пожалуйста, может еще не все слышали родители. Екатерина, я бы уточнила, не через ЕМИАС, а через Школьный портал, потому что произошла интеграция системы ЕМИАС, которая действует в здравоохранении Московской области, и системы Школьный портал, которая действует в образовании Московской области. Теперь каждый родитель, войдя в Школьный портал под своей учетной записью, то есть со своей страницы родителя, в разделе «Медицинские справки» может действительно в домашних условиях заказать справку, которая не требует осмотра врача. Это 7 справок пока на текущий момент. Но вот самые востребованные, на мой взгляд, это, конечно же, медицинская справка 086У. Это справка, которая выдается ребенку после перенесенного заболевания, что он здоров и может посещать школу. Справка, которая актуальна для выпускников 086, справка, которая актуальна для родителей, которые отправляют своих детей в лагеря. Справка о выписке прививок. Родитель заказывает на Школьном портале эту справку. Задача поступает в поликлинику, в медицинское учреждение. Ее видят врачи, готовят эту справку в течение пяти дней. И дальше медицинский работник образовательной организации приносит ее в школу. И по желанию родителя, там есть такая опция, кому передать лично родителю или можно отдать ребенку. Медицинский работник либо передает ребенку, либо информирует, что справка готова. Приходите и в удобное для родителя время справка передается. Действительно, очень удобно. Это пилотный проект, как мы слышали сейчас из сюжета. Насколько активно люди пользуются? Это действительно удобной, очень удобной опцией. Вот эта возможность появилась не так давно, но вот буквально две недели назад. И на момент встречи, который только что был сюжет, в Лопатинской школе подобной услугой воспользовались уже девять родителей. Я думаю, что путем проведенного информирования, а мы во все родительские чаты разослали такие информационные буклеты, которые показывают, как это можно сделать. С информированием родителей, я думаю, что число обратившихся к этой услуге, оно, конечно же, возрастет, потому что это очень удобно. Все педагоги школ, классные руководители, директора теперь прекрасно знают, что не надо с ребенка требовать справку по выходу с болезни. Учителя физкультуры сразу в школьном портале видят, что ребенок освобожден от физкультуры на тот или иной период времени. То есть это очень и очень удобно. Действительно, одни плюсы. Это во всех школах нашего муниципалитета уже действует. Да. Совместно с здравоохранением Ленинского городского округа мы провели действительно, я считаю, что большую работу. То есть во всех кабинетах врача, во всех школах установлены компьютеры, которые подключены к системе ЕМИАС, и получается автоматизированное рабочее место врача, медицинской сестры. То есть любого медработника, который закреплен за данным образовательным учреждением, позволяет ему осуществлять это взаимодействие двух систем – ЕМИАС и школьного портала. Что ж, исчерпывающий ответ. А теперь предлагаю перейти к следующей теме. И приближается период, ну еще не совсем скоро, но тем не менее, уже придет очень быстро. Это единый госэкзамен. Скажите, пожалуйста, готовность. Как это будет происходить в этом году? Ну, действительно, осталось не так много времени, когда выпускники девятых и одиннадцатых классов вступят в пору сдачи ОГЭ и ЕГЭ. У нас в этом году 950 выпускников одиннадцатых классов, которые будут сдавать ЕГЭ, и 2116 выпускников девятых классов, которые пройдут выпускные экзамены, государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. Мы, как муниципалитет, организационно к проведению государственной итоговой аттестации готовы. Педагоги проходят сейчас все необходимые процедуры для того, чтобы еще раз освежить в своей памяти свои действия как организаторов в аудитории во время проведения экзамена. Хорошей, достаточно хорошей новостью, конечно же, является снятие ограничений в связи с выработкой коллективного иммунитета от ковид. То есть в этом году уже не будут предприниматься те меры, которые сопровождали ЕГЭ и ОГЭ в прошлом году, когда педагоги, организаторы в аудиториях обязаны были носить маски, перчатки, дети обязаны были соблюдать социальную дистанцию, была рассадка с соблюдением этой дистанции, когда в аудитории было всего 8 человек. Сейчас это все ушло в прошлое. Будем надеяться, да, что ушло в прошлое. И, соответственно, теперь единственная проверка, которой будут подвергаться выпускники, это проверка металлодетектором, чтобы они на ППЭ не пронесли запрещенные предметы мобильной телефоны. Температуру теперь уже не измеряют на входе? Нет, да, термометрия отменена. И, насколько я знаю, раньше ребята были в одном классе, к ним приходил учитель, сейчас они переходят, да, например, из кабинета математики в кабинет русского языка и литературы? Правильно, да? Я понимаю. Да, но это вы сейчас говорите об организации обычного учебного процесса. Да, конечно же, снятие ограничений коснулось и повседневной жизни. То есть теперь ребята могут входить в один вход в школу, а раньше было разграничение потоков. Проводилась термометрия, сейчас она не проводится. Ранее за каждым классом был закреплен свой кабинет, и наоборот, к ребятам приходили педагоги и проводили уроки. Сейчас, ну вот сразу после недельных каникул, а мы с понедельника, с 4 апреля на неделю уходим на каникулы, сразу по выходу с каникул кабинетная система будет отменена, и уже дети могут на урок математики идти в кабинет математики, а на урок химии идти в кабинет химии. Вернемся к нашей теме ЕГЭ. Совсем недавно за парту сели и родители. Это произошло в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе». Мы сняли как раз материал, как взрослые сдавали математику. Давайте посмотрим сюжет и обсудим тему. Здесь все, как на настоящем едином государственном экзамене. Никаких шпаргалок и телефонов. С собой лишь черная гелевая ручка и паспорт. Только вот за партами не 11-классники, а их родители. Сдадить и переживаем за своих. Да, попробовать, как они после нас будут и вообще чем занимаются. У нас не было в то время, у нас были обычные экзамены. Вот, попробовать решили. Акция «Сдаем вместе» – день сдачи ЕГЭ. Родителями в муниципалитете проходит уже не в первый раз. Ее цель – познакомить взрослых с механизмом проведения экзамена и формой самих заданий. Почувствовать вот эти эмоции и, соответственно, наверное, это все будет способствовать тому, что родители найдут правильные слова, чтобы успокоить своих детей, эмоционально их настроить, снизить психологическую такую нагрузку. На самом деле для родителей это все очень знакомо, потому что любой экзамен и волнителен, и ответственен, будь то 10 лет назад, будь то 20 лет назад, будь то сегодня. Поэтому готовиться надо, слегка волноваться надо. Но главное и очень важно, что сегодня, я думаю, мы все взрослые и на себе почувствуем, что на самом деле вполне реально. В этом году родителям предложили решить задание по математике базового уровня в сокращенном формате. Попробовать свои силы пришел и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. У меня в этом году выпускается дочь, будет сдавать единый государственный экзамен. И, конечно, хочется на собственной, что называется, шкуре прочувствовать и вот это напряжение, и посмотреть, как проходит эта процедура. Ну и заодно свои какие-то силы и вспомнить некие знания, которые были когда-то давно получены, чтобы посмотреть на практике, как это будет. Принял участие в акции и мастер спорта России по плаванию, тренер оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» и олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин. Волнение, оно присутствует, конечно. В любом случае, результат своей работы или даже что-то я когда-то это обучался, нарабатывал, да, надо вспоминать. В любом случае, это было волнение, да. Но сами задания мне показались вполне доступными. На выполнение теста отводится час плюс полчаса на орг-моменты. В муниципалитете в этом году сдать ЕГЭ родителям можно было в шести учебных заведениях, где впоследствии и будет проходить основной этап единого госэкзамена. Это ВХТЛ, гимназия, Витнерские школы номер 5, 9, 10 и 11, Бутовская школа номер 1. Желаю всем нашим выпускникам прийти готовыми, успешно сдать и помнить самое главное, что экзамен – это какое-то короткое время, впереди интересная, долгая жизнь и учеба будет продолжаться. Жизнь нас учат постоянно на разные ступени образовательные, а затем каждым своим этапом жизненным. Желаю всем успехов. Всего в акции «Сдаем вместе» в муниципалитете приняли участие более 900 родителей. Все они в скором времени узнают свои результаты по электронной почте. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Наталья Николаевна, если можно, откройте тайну. Какие результаты у родителей? На самом деле, Екатерина, я не знаю результатов родителей по той простой причине, что это такая конфиденциальная информация. Результат, который получил родитель, придя на пункт ППЭ и написав задание, это ведь не главное. Понятно, что каждый из них школу окончил давно. Но главная цель этого мероприятия все-таки в другом, чтобы пройти тем же самым маршрутом, каким пройдут дети, понять, что им предстоит, и сказать, наверное, простую фразу, что я сам прошел от рамки металлодетектора, посидел за партой, увидел Ким. Соответственно, я смог решить два-три задания, но я закончил школу давно, а ты готовишься к этому экзамену, поэтому у тебя все получится. Самое главное – это справиться со своим волнением и не волноваться. В этом году действительно произошли изменения в содержании Кимов. Изменилось время по некоторым предметам. Но обо всех этих изменениях знают наши выпускники. Педагоги с ними на уроках отрабатывают спецификацию, рассматривают сложные моменты. Помимо того, что подготовка осуществляется ежедневно в урочном формате, существует целая система консультаций. Плюс наши выпускники достаточно свободно ориентируются в интернет-пространстве и выбирают для себя образовательные платформы, где они занимаются самообразованием. А некоторое время назад в городском округе была проведена большая акция «100 баллов для победы». Мы пригласили ребят, которые в прошлом году и в позапрошлом получили 100 баллов. И они поделились своей методикой подготовки. Дали ребятам, что называется, лайфхаки, как вообще готовиться к экзаменам, как интенсивно это сделать в оставшееся время. И самое главное – ребята, выпускники прошлых лет, я думаю, что достаточно честно сказали, как справиться с волнением, как настроиться на экзамен. Я думаю, что эти советы очень были полезны выпускникам текущего года. И они ими обязательно воспользуются. Наталья Николаевна, вот сейчас в сюжете видела в том числе и вас за партой. Вы довольны своим результатом? Ну, не буду хвастаться, для меня это был очень приятный экзамен, потому что я учитель математики. И, конечно же, в прошлом году, когда мы предлагали к испытанию русский язык, мне было трудно. Я смогла выполнить всего лишь два задания, расставила ударения в словах и нашла какие-то предложения по заданию соответствующему. Здесь я испытала чувство гордости, конечно, потому что за достаточно быстрый, короткий отрезок времени я смогла выполнить правильно все задания. Хотя прям прямой педагогической деятельностью не занимаюсь уже три года. Но профессионализм... Видите, какие эмоции остались, незабываемые. Это еще и базовая математика все-таки. Она достаточно простая. Я думаю, что с профильным уровнем пришлось бы потрудиться, конечно. Поступают вопросы от наших телезрителей. Давайте на них ответим. Есть ли сейчас вакцинация детей от COVID-19? Ирина из Видного спрашивает. Конечно, медицинские учреждения продолжают вакцинировать по желанию. Но вот уже в школах вакцинации не проводятся. Есть уже коллективный иммунитет, да? Екатерина, у нас просто был период, когда поступало много заявок от родителей, желающих вакцинировать своих детей. И мы формировали, что называется, такой вот внушительный список и приглашали медицинских работников в учреждения, чтобы они провели в условиях школы вакцинацию. Сейчас, конечно, мы к этому уже не прибегаем, но те родители, которые хотят сами ревакцинироваться, привить детей, они могут это сделать в медицинских учреждениях. Вакцинация продолжается. Понятно. Замечательный вопрос. Пройдет ли в этом году полноценный последний звонок в выпускной вечер? Действительно, это очень хороший вопрос. И я думаю, что все хотят вернуться к полноценной жизни, которая была до ограничений. У нас определены даты. Последний звонок пройдет 23 мая. Пройдет он традиционно в школах. А вот выпускной назначен на 24 июня. Мы готовимся к общегородскому выпускному и надеемся, что нам ничто не помешает провести его масштабно, красиво, торжественно, как это было до ограничений. Кажется, что уже давно. Да, совершенно верно. Мы готовимся. Еще один вопрос. Наталья Ивановна пишет, внучка родилась. Ее записали в детский садик. Она в очереди 38-я. Вот сейчас ей уже 3,5 года. Очередь там двигается очень медленно. Что делать в такой ситуации? Ну, прежде всего, надо обратиться в управление образования. Дошкольный отдел. Они ведут приемы по вторникам и четвергам. Но сейчас, с 1 апреля, начинается подготовка к проведению основного комплектования, которое пройдет в июне. В принципе, возраст 3,5 года – это как раз самый подходящий, оптимальный возраст для того, чтобы быть зачисленным в детский сад. Новое комплектование, акцент в нем всегда делается на возрастной категории с 3 до 4. Еще один вопрос. Что будет с детским отдыхом летом? Скоро уже, действительно, тоже скоро стартует летняя оздоровительная кампания. Что ждет наших ребят? Ждет хороший организованный отдых либо силами родителей, либо силами муниципалитета. У нас традиционно ежегодно большое внимание уделяется организации летнего отдыха. Если в прошлом году мы летние лагеря дневного пребывания открывали на базе 24 учреждений и сделали охват порядка 1300 детей, то в этом году мы откроем подобные лагеря на базе 28 учреждений. Как раз сейчас ведется работа по реестру этих лагерей, по получению заключения Роспотребнадзора. Будет проведена межведомственная комиссия. Комиссия даст заключение, что лагеря готовы и в плане безопасности, и в плане соблюдения всех требований к приему детей. Мы надеемся, что сделаем больший охват. В прошлом году стоимость путевки была 6000 рублей, но родители оплачивали всего лишь 25%, это было 1500. В этом году стоимость возрастет, но связано это прежде всего с возросшими ценами на питание. Стоимость будет 7,5, но 25% родительской платы так и сохранится. Это будет 1875 рублей. Также в программе Ленинского городского округа предусмотрена закупка путевок для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы планируем закупить 130 путевок в подмосковные лагеря. Какие ребята и как могут этим воспользоваться в трудных жизненных ситуациях? Как правило, мы эти списки отрабатываем с администрацией школы, с управлением социальной защиты. Они нам тоже подсказывают, каких ребят нужно включить в эти списки. И, конечно, все это носит еще и заявительный характер от родителей. Особенно по программе «Одаренные дети» 52 ребенка будут направлены. Это все от родителя зависит. То есть мы согласовываем, мы предлагаем, администрация школы предлагает, если родители хотят, то пожалуйста. Есть такая возможность написать заявление соответствующее. Слышала, что есть и кэшбэк для родителей в размере 50% за детский отдых. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, эта программа стартовала в прошлом году. В этом году она продлена. Мне кажется, что это хорошая такая социальная мера поддержки. То есть если родитель покупает путевку своему ребенку в летний оздоровительный лагерь и оплачивает ее картой МИР, подключенной к программе лояльности, то ему на карту идет возврат 50% стоимости, но максимальная планка установлена на уровне 20 тысяч. То есть если путевка, условно говоря, 38 тысяч, значит вернется ровно 50%, там 19 тысяч. Но если путевка стоит 50, то 25 не вернется, вернется только 20. И очень важно, чтобы родители проверили на сайте мирпутешествий.рф, что эти лагеря входят в эту программу. То есть из определенной категории, да? Совершенно верно, да. То есть далеко не каждый лагерь включен в эту программу возврата детского туристического кэшбэка. Здесь родителям очень важно вот этот момент отследить. Но есть возможность для родителей, проживающих в Ленинском городском округе или работающих в Ленинском городском округе обратиться за частичной компенсацией стоимости купленной путевки. Вот здесь уже абсолютно любой лагерь может принимать участие, входит в этот перечень. Вот для того, чтобы узнать условия возврата, там разные проценты. Условия все можно узнать в Управлении образования. Если позвонить по телефону, указанному на сайте, подавать заявление на получение вот такой частичной компенсации нужно в МФЦ. Ну что ж, на этой замечательной ноте наш эфир заканчивается. Спасибо вам за интересную беседу, за детальные такие ответы. Я напомню нашим жителям, я хотела бы пожелать нашим юным жителям отличной плодотворной учебы, а их родителям сил и спокойствия. Спасибо за внимание и до новых встреч. До встречи.